Здравствуйте! Сегодня я, Ольга Белозерцева, и мои коллеги познакомим вас с последними новостями города Латкарина в этом выпуске. В Подмосковье прошел эко-марафон по сбору макулатуры. Ледовой арене Латкарина присвоено имя легендарной фигуристки. Акция «Ночь музеев» в Латкаринском историко-краеведческом музее, новости спорта и многое другое. 19 мая на очистных сооружениях муниципального предприятия Латкаринский водоканал прошел день открытых дверей. Началась экскурсия с осмотра цеха обезвоживания «Осадка», где директором Латкаринского водоканала Николаем Каюдой была рассказана история комплекса, а также механика и принцип работы очистных сооружений. Далее работники предприятия отвечали на вопросы гостей. Естественно, обсуждение коснулось темы загрязнения воздуха, а также гипотез, по которым виновником являются очистные. Среди версий причин обсуждалась перегрузка устаревших сооружений на фоне увеличения городом водопотребления. «Проектируют 31 тысяча в сутки. Фактически сейчас 27 копейных запасов. Еще не снижаемся от того, что у нас 153 тысячи. Потому что проектируют биологические очистные сооружения еще в 2 года запасов на градостроительный план с увеличением населения». «Потребление воды увеличивается, но это, понятное дело, с вводом в эксплуатацию жилого комплекса достаточно большого. И насколько очистные сооружения, я думаю, что они не готовы, когда все войдет полностью в эксплуатацию. Какие пути дальнейшего развития вашего предприятия на те дома, с учетом тех домов, которые будут запущены?» «Ну, то, что сейчас строится, наше очистное сооружение обеспечит. В дальнейшем, да, у нас предусмотрено, у нас разработано и на предприятии инвестиционную программу. Это очень дорогостоящие работы, мероприятия, которые оцениваются, ну, если так, грубо, да, до 1 миллиарда рублей». Ключевым моментом в ходе обсуждения стал вопрос, могут ли в принципе очистные быть источником запаха, подобного тому, что загрязняет Латкарина. Дело в том, что запах на территории очистного комплекса несколько отличается от исходного запаха канализации. Причина тому работа бактерий, поглощающих нечистоты в специальных резервуарах. В часы пиковых нагрузок сотрудники станции сокращают цикл аэрации стоков. Система очистки ускоряется, но, как утверждают сотрудники предприятия, технологический процесс при этом не нарушается. «Все, вот хорошо, хорошо. Я просто оплатите языком. И вдруг у вас перенаполнение, вот, как бы, перевыбросы?» «Залток». «Да, бывают такие вот, наверное, моменты?» «Может быть, мы и не правили, а может быть, мы вот сюда и». При очистке, когда очистить запах у технологических и морковских, он всегда будет. Это биология. То есть, что это такое? Микроаргламины, они употребляют кислород. И когда они насыщаются, очищают источные воды, они должны выделять какую-то концентрацию. Это обязательно. «Вы снимаете на то, что вы видите?» «Как вы можете объяснить вот этот постоянный, вот, выявляющийся запах?» «Вот ваш, вот если бы вы жили, допустим, на Набережке, на Набережке, на Набережке?» «Набережке, источник выпуска, это не только скорость. Это же ему в атмосферу сбросит, это же не теряется его». «Ну, ведь бывает, действительно, в городе просто невозможно, особенно вот на Набережке, где-то, на Набережке. И поэтому, конечно, люди, ну, они просто в панике, да, и просто от того, что мы и травим сетями». Далее экскурсия перешла в полевые условия, где гостям предоставилась возможность, если так можно выразиться, самим продегустировать запах очистных. «Ну, это даже не так пахнет, как там пахнет. Ну, мы о чем говорим, не наш запах, это тот такой сладковатый сероводородный запах. «Вот, да, такой сладковатый сероводородный запах. А здесь пахнет не так. Тоже канализация, но…» «Ну, Володь, скажи, запах вот совсем другой стоит в городе. Запах в городе стоит другой. Но в городе пахнет другим запахом». «Запах там цикличный. Он то есть, то нет. А здесь он постоянный. Здесь, да, постоянный запах. Поэтому…» «Какой-то сброс происходит, потом он запахнет. Я уже принюхался.» «Ты принюхался, и тебе уже не пахнет. А вот в городе совсем, я говорю, другим пахнет». «Но это не очистные старушки. Нет, с 48-го года. Нет, с 48-го года. Не было по городу никаких запахов, а то очистных. Но и жители никогда бы не жаловались. Никогда такого не было. Нет, чтобы у нас через край не было. В борьбе за репутацию, помимо Дня открытых дверей, Латкаринским водоканалом также был инициирован ряд экспертных проверок. «Нет, все свои производственные замеры, согласно нашей производственной программе, которую мы предоставляем, мы подтвердили, что это не запах очистных сооружений на внешней границе санитарно-защитной зоны очистных сооружений. Что далее, мы даже выезжали на ту жалобу, которая была больше, чем 400 метров. Точно так же протокол подтвердил независимые, аккредитованные лаборатории. Еще раз повторяю, МП водоканал никоим образом не влияет на результаты анализа. Это аккредитованные лаборатории в соответствии с 416 ФСЗ, которые мы имеем право привлекать к замерам по воздуху. Подтвердил, что концентрация соответствует ПДК. Остается добавить, что в Латкарине действует единая дежурно-диспетчерская служба, принимающая информацию о фактах и источниках загрязнения воздуха. Григорий Козлов, Алексей Устинов, телеканал Латкари. 6 мая город Латкарина подхватил эстафету и продолжил стартовавший в Подмосковье эко-марафон по сбору макулатуры. Подробнее расскажет Максим Морозов. Инициатором марафона по сбору макулатуры выступила общественная палата Московской области. Ровно в 12.00 на улице Первомайской установили специальные контейнеры и такие агитационные щиты, чтобы как можно большее количество граждан присоединилось к акции. Найти точную цифру количества тонн бумажной продукции, изготавливаемой ежедневно, практически невозможно. Только по официальным данным для производства бумаги в мире ежегодно врубается более 125 миллионов деревьев. Для создания одного листа бумаги формата А4 требуется от 13 до 21 грамма качественной древесины, а для одной книги около 5 килограмм древесного сырья. Только за последние 30 лет человечество израсходовал почти 1 третью часть всех ресурсов, имеющихся на Земле. Поэтому сегодня крайне важно сохранить природные запасы и найти альтернативные источники для производства той или иной продукции. Объективно полезные мероприятия. Я считаю, вот эта инициатива общественной палаты Московской области и поддержанная общественной палатой нашего города очень полезной. И я думаю, что ее нужно просто делать традиционной, потому что наш зеленый уголок, наш город Лыткарина, его надо сохранять таким. Деревья нельзя уничтожать, а вот это поможет сохранить деревья. Из всех типов городских бытовых отходов бумага обладает одной из самых высоких степеней переработки. Волокон целлюлозы можно повторно перерабатывать вплоть до 7 раз. Также при производстве переработанной бумаги используется на 80% меньше воды, на 65% энергии и на 95% меньше загрязнений выбрасывается в атмосферу. У нас в школе объявили акцию о том, что происходит сдача макулатуры. Я решил поучаствовать и принес несколько пакетов макулатуры. Что ты испытываешь? Какие чувства? Чувство гордости за то, что мы бережем окружающую среду, что мы заботимся о нашем городе, об окружающей среде и природе. Желающих сдать бумагу оказалось настолько много, что порой вместо сбора образовались очереди. Лыткаринцы приезжали на машинах, заполненных вторичным сырьем, везли тележки, нанесли в руках связки бумаги. А молодые мамы даже использовали в качестве передвижения детские коляски. В акции приняли участие все общеобразовательные учреждения, многие муниципальные предприятия и просто активные горожане. Представители городского байк-клуба привезли целую газель картона на разгрузку, которая ушла несколько десятков минут. Сохранение экологии – это один из самых, на мой взгляд, на сегодняшний день важных вопросов, потому что мы живем на этой планете как гости и должны сохранять и вести себя так же хорошо, как по правилам гостеприимства. Всего за один день в Лыткарине было собрано более 11 тонн макулатуры. В течение мая эко-марафон пройдет в 75 городах Московской области. В дальнейшем организаторы планируют сделать акцию традиционной, а самым активным муниципалитетам подарят 30 саженцев редкого дерева – маньчжурского ореха. Максим Морозов, Александр Тестов, Телеканал «Откари». В 2013 году в ходе прокурорской проверки в Лыткарине были обнаружены игровые автоматы. О том, как сложилась их дальнейшая судьба, расскажет Григорий Козлов. Уже почти как два года эти терминалы не способны вызвать азарт у игроманов. По той причине, что эти устройства встали на прикол в Лыткаринском полицейском участке. Впрочем, к моменту нашего визита в полицию истекали последние минуты заключения игральной техники. Судьба автоматов – быть транспортированными для уничтожения. Владельцы указанных терминалов обнаружены не были. По факту проведенных проверок, сотрудниками отдела полиции принято решение об отказе в возбуждении уголовных дел. По заявлению прокуратуры города Лыткарина, имеется решение суда, вступившее в законную силу об изъятии и передаче терминалов с признаками игрового оборудования в количестве 8 штук просимущества для дальнейшего его уничтожения. Напомним, что запрет на деятельность залов игровых автоматов в Московской области действует с 1 января 2008 года. Игровое оборудование было отправлено на утилизацию в присутствии представителей прокуратуры, судебного пристава и понятых. Григорий Козлов, Александр Тестов, телеканал Лыткари. Григорий Козлов, Александр Тестов, телеканал Лыткарин. 15 мая в Лыткарине прошел очередной субботник. Пятничное утро студентов Московского областного государственного колледжа технологий, экономики и предпринимательства началось нестандартно в лесопарковой зоне, вблизи карьеры Волкуша. Туда ребята прибыли с целью проведения очередного субботника. Несмотря на то, что после зимы зону отдыха привели в порядок, майские праздники нанесли очередной урон экологии. Вот такие самодельные укрытия от дождя и ветра буквально по всему лесу. Разума создать конструкцию у людей хватает, а убрать за собой мусор, к сожалению, нет. Уже за несколько минут молодые активисты колледжа собрали десятки мусорных пакетов, а к концу акции их число приблизилось к сотне. Собрать такое количество мусора за нерадивыми отдыхающими несложно, так как его количество поражает. На полянках, оставленных туристами, один набор – мангалы, пустые бутылки от алкоголя и пластиковые тарелки, которым, к слову, требуется более ста лет для естественного разложения, в процессе которого выделяются токсичные вещества, нарушающие газообмен в почве и воде. Сегодня мы приняли участие в пятничном субботнике, мы убираем наш карьер, мы уже собрали довольно много мусора. Очень жалко, что люди мусорят там, где они живут, но силами нашего колледжа мы стараемся прибраться. Экологическая акция «Студенческий лес» прошла по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. На помощь активистам, ежегодно набирающим лес, уже совсем скоро придут дополнительные силы и ресурсы. Ведь впереди летний сезон, во время которого наплыв отдыхающих увеличится в десятки раз, а следовательно, возрастет и количество оставленных отходов в лесном массиве. Московский областной колледж своими силами вышел на наш карьер Волкуша, чтобы, скажем так, немножко привести его в порядок. Сейчас вот мы прошлись по пляжу, собрали мусор, в ближайшее время мы установим контейнеры, будут установлены дополнительные контейнеры по всему пляжу, как мы делаем, в принципе, ежегодно, что мы делаем. Будем следить за порядком, поддерживать чистоту. Но, как бы ни старалась администрация города и добросовестные лыдкаринцы, проблема так и остается открытой. Это наглость и эгоизм отдыхающих в лесу, победить которой пока не получается. Остается только в очередной раз брать в руки перчатки, мусорные пакеты и верить, что в следующий раз подобной картины не повторится. Максим Морозов, Алексей Устинов, телеканал «Лыдкарий». Магазин детского питания «Мой малыш» предлагает вам самый широкий ассортимент детского питания, подгузников, средств по уходу для ваших малышей. Мы находимся в торговом центре на пересечении улиц Коммунистическая и Колхозная, рядом со Старой Конечкой. Также к вашим услугам бесплатная доставка по телефону 8 926 752 2663. Ежегодно музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник – День музеев. Уже несколько лет к этому дню приурочена небезызвестная международная акция «Ночь музеев». Какой сюрприз на этот раз приготовил Лыдкаринский историко-краеведческий музей для горожан, выясняла Нина Козерот. Традиционно в канун профессионального праздника Лыдкаринский историко-краеведческий музей готовит для своих посетителей нечто особенное. Этот год не стал исключением. Вечером 17 мая в выставочном зале музея взяла начало уникальная экскурсия – Тураевская плащаница. Первую часть мероприятия сотрудники музея посвятили знакомству лыдкаринцев с новым направлением своей работы – отделом реставрации тканей. Возглавляет его человек с большим опытом – мастер-художник по гобелену и член Союза художников Подмосковья Светлана Доронина. Представленная в этот вечер посетителем музея Тураевская плащаница – результат большой работы отдела и кропотливого труда Светланы Викторовны. На среднике плащаницы из темно-малинового бархата расположена объемная композиция, вышитая золотными нитями. Здесь изображен библейский сюжет с живописными ликами святых. До реставрации изделия имело значительные повреждения в фактуре, имелись многочисленные утраты основы ткани, а золотное шитье плащаницы было покрыто плотным слоем копоти, пыли, воска и местами утрачено. Восстанавливать исторический памятник искусства приходилось частями, используя самые разнообразные методы. Для более подробного ознакомления с историей возникновения плащаницы и путем ее восстановления, сотрудники музея подготовили для гостей тематические выступления и показали фильм. Посещение старообрядческого храма в Тураево стало второй частью вечернего привлечения в мир минувших событий. С краткой историей происхождения деревни Тураева, а также историческими фактами из жизни общины, прибывшую группу познакомила директор Латкаринского историко-краеведческого музея Надежда Голубева. Пригласив экскурсантов внутрь храма, председатель старообрядческой общины Николай Юкин начал знакомство с традициями старообрядчества и его основными элементами. Старообрядческая церковь в целом очень активно живет, проводятся мероприятия, проводятся вечера духовных песнопений, очень активно появляется интерес к зраменному пению, и вот недавно только прошел фестиваль знаменного пения, Старообрядческая церковь получила грант на развитие и популяризацию этого пения. Проводятся выставки, естественно, мы как бы открыты для общества, для мира. Не надо думать о старообрядческой, что они живут где-то в подполье, поэтому мы открыты, мы готовы к сотрудничеству. И действительно, знаменное пение вызвало у присутствующих наибольшее восхищение. Старообрядческая церковь, наш приход, по крайней мере, в первый раз участвует. А в перспективе планируете дальше участие? Да, мы открыты. Просто сложился такой удачный проект в связи с реставрацией. Музей себя хорошо зарекомендовал. Очень хорошая была. Просто прекрасно были на реставрации. Мы просто много узнали о нашем памятнике литургическом, о площадице нашей. Я думаю, что и музей много узнал вообще о шитье, о том, о значении этого памятника. Я думаю, мы взаимно обогатились. В честь завершения праздника Пасхи, приходящегося на среду, после экскурсии по храму ночным посетителям предложили послушать, как в старообрядчестве выславляют Христа и славят Пасху торжественным распевом с элементами греческого пения. Нина Козерот, Александр Тестов, телеканал «Откари». 14 мая в детской музыкальной школе состоялся день открытых дверей учащихся подготовительных групп хора. Пускай и самые младшие, но уже настоящие артисты. Концерт хоров «Капельки», «Солнышко» и «Ручеек» руководителя Нины Викторовны Кузнецовой всегда гарантированный аншлаг. Десятки объективов, фотоаппаратов, видеокамеры, смартфонов в уверенных родительских руках пополняют семейный архив новыми детскими достижениями. Не обошли внимания юные исполнители и тему Великой Отечественной войны. Белая бумага, красный календаш. Дедушка у слада, рядом экипаж. Снежная пушка, белые снега. Дамковая пушка смотрит на врага. Дамковая пушка смотрит на врага. По словам Нины Викторовны Кузнецовой, у детей, делающих первые шаги на сцене, уже есть уверенность, а труд, упорство и любовь к музыке обязательно дадут свои плоды. И зернышко вырастет в волосок, и солнышко согреет нас своими лучами. И ручеек обязательно добежит до моря, где ему откроются новые красоты и тайны. А пока мы счастливые дети, потому что в зале любящие сердца и крепкие надежные руки. А за окном весна и мирное небо, а с нами друзья и музыка. Подготовительная группа хора – это первая ступень в постижении мира музыки. Помимо основ исполнительства, юные ученики приобретают первые уроки дисциплины и уважения к искусствам. Кульминацией вечера стало выступление сводного хора детей и взрослых, где в качестве учеников пришлось выступать уже и самим родителям. Если нас всегда интересней, пусть земля, пусть земля дружит, дружит, дети все, дети все дружат, дружат. Григорий Козлов, Александр Тестов, телеканал «Лыткари». В Ступенском районе, всего в 60 километрах от Москвы, продаются дома. Как готовые, так и на стадии строительства. Дома выполнены из зацилиндрованного и профилированного бруса. К участкам подведен газ, имеется собственная скважина и электричество. Также в продаже имеются незастроенные участки. Возможно строительство по вашему проекту. Телефон 8-916-326-07-99. 8-916-326-07-99. Ледовая арена «Лыткарина» присвоена имя легендарной спортсменке современности, фигуристке Ирины Слуцкой. Подробности в сюжете Максима Морозова. 6 мая в ледовом комплексе «Лыткарина» было как никогда многолюдно. У входа на ледовую площадку выстроились фигуристы и хоккеисты всех возрастов. А за бортиком зрительные места заняли родители спортсменов и гости, чтобы посмотреть торжественную церемонию открытия ледового. В этот день в «Лыткарина» с рабочим визитом прибыл министр физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области Роман Терюшков и прославленная фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая, в честь которой теперь и назван ледовый комплекс. Хочется пожелать всегда идти к своим целям и достигать их. Даже если что-то не получается, все равно идти вперед. Для тренировочного процесса главное иметь комфортные раздевалки, комфортную площадку и время для тренировок, остальное все уже прилагается. Поэтому здесь все есть в избытке, поэтому надеюсь, что в будущем здесь будет рождено немало олимпийских чемпионов. Фок с крытым катком был построен по губернаторской программе «Наше Подмосковье» и возведен в кратчайшие сроки. Обусловлено это тем, что подобные объекты возводятся по проектам так называемого повторного применения, что сильно позволяет удешевить и ускорить этапы строительства. Задача правительства региона создать как можно больше спортивных площадок, чтобы у каждого жителя области была возможность заниматься физической культурой и спортом. Мы сегодня открыли ледовый дворец, очень хороший, современный, который построен по программе нашего губернатора Андрея Юрьевича Урабьева, построен в городском округе Латкарина. И было принято решением Андрею Юрьевичем, чтобы все физкультурно-ноздравительные комплексы носили имена наших заслуженных прославленных олимпийских чемпионов, людей, которые сделали большой вклад в развитие спорта. И этот ледовый дворец мы назвали именем нашей заслуженной прославленной фигуристки Ирины Слуцкой. В ледовом комплексе уже функционируют секции фигурного катания, танцев на льду, художественной гимнастики и хоккея. Ледовый комплекс отвечает всем необходимым современным требованиям для занятия спортом. Это просторный тренажерный зал, в котором фигуристы оттачивают свои хореографические элементы, раздевалки с душевыми комбинами, выдвижные трибуны и специализированная техника. Но самое главное в комплексе – это, конечно, лед высокого качества. Глава города Латкарина Евгений Серегин провел всем гостям экскурсию по ФОКу и подробно рассказал о дальнейших перспективах развития объекта. Мы стоим на намоленном месте. Здесь 40 лет подряд находится детская юношеская спортивная школа. И здесь занимались фигуристы, хоккеисты всегда на открытом морозе. Непонятно, что появился такой дворец. И мы сегодня видим, сколько детей, сколько улыбок на лице. И мы понимаем, что мы сделали и совершили для детей маленький, значит, в честь неопобедный, маленький такой подвиг. Согласно губернаторской программе, в Подмосковье в период с 2013 по 2015 года будут открыты 50 физкультурно-оздоровительных комплексов, 57 с плавательным бассейном, 16 с универсальным спортивным залом и 7 с скрытым катком. Также в нашем городе на улице Колхозно уже строится дворец спорта с бассейном и универсальным залом на тысячу мест, открытие которого планируется в конце 2015 года. Максим Морозов, Александр Тестов, телеканал «Откарей». Максим Морозов, Александр Тестов, телеканал «Откарей». Максим Морозов, телеканал «Откарей». Продолжение следует... В Латкарине состоялось открытое первенство по фигурному катанию, прошедшее на площадке новой ледовой арены. 33 спортсмена из 9 ближайших городов Подмосковья посетили Латкарина, чтобы принять участие в открытом первенстве города по фигурному катанию на коньках. Подобное соревнование впервые прошло на площадке ледового комплекса и растянулось на два дня. В первый день состязания фигуристы выступили с короткой программой, во второй каждый спортсмен показал себя в произвольной. Все участники первенства были разделены на специальные группы согласно своему возрасту и спортивному разряду. Всего в ходе двух дней соревнования было разыграно 8 комплектов медалей. Латкаринские спортсмены завоевали 4 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Фигуристы отметили тот факт, что их результаты достигнуты в первую очередь благодаря созданным новым условиям тренировок. Когда катаешься все-таки дома, а не где-то в каком-то другом месте, все равно как-то чувствуешься роднее и не так боишься. Стали усерднее заниматься, что ли. Ну какая-то ответственность на нас больше легла. И кататься лучше стали намного. Ну это да. У себя, когда катаешься, как-то уютно, лед лучше в несколько раз. И кататься легче. Я с собой довольна. И из-за того, что наш лед открылся, как бы он свой, как-то легче выступать. Безусловно, все стали кататься намного лучше, потому что когда был лед настоящий, который заливали, можно было кататься только зимой. И было прогрессов меньше. Сейчас мы все подтянулись, стали прыгать, вращаться намного лучше. Торжественную церемонию награждения провел директор ледового спортивного комплекса «Латкарина» Андрей Ратников и заместитель директора «Дюсш» Евгений Вольпер. Спортсмены, занявшие призовые места, были награждены медалями, кубками и грамотами главы города. Максим Морозов, Александр Тестов, Телеканал «Латкари». Телеканал «Латкари» представляет широкий спектр рекламных возможностей. От рекламного ролика до имиджевого видеосюжета. От бегущей строки до видеооткрытки. Телефон рекламной службы 8495-979-44-18. 8495-979-44-18. А сейчас новости спорта. Рубрика «Латкарина спортивная» с Романом Завьяловым представлена при поддержке семейной клиники «Здоровые дети». 19 мая на стадионе «Полет» прошел очередной матч первенства города Латкарина по футболу. Встречались команды «Титан» и «Сокол». После подачи Владимира Бардышева и скидки Виталия Веселова на Сергея Евсеенкова был открыт счет в матче. «Титан» и «Титан» и «Сокол». На фланг на Евгения Мухина, который, сократив дистанцию, смог со второй попытки переиграть вратаря «Титана», сократив разницу в счете. Не прошло и пяти минут, как «Сокол» в лице Евгения Мухина сравнял счет. На сей раз с пенальти. «Титан» провел хорошую атаку. За мяч поборолся Григорий Шишмолкин, отдал пас Сергею Евсеенко, а тот разрезающим пасом вывел один на один Андрея Кулагина, который был точен. На весной передаче Игоря Голденкова нашла в штрафной «Сокола» Григория Шишмолкина, который отдал пас под удар Сергею Евсеенкову, не упустившему возможность оформить хэт-трик в матче. 4-2 победил «Титан». Новости футбола. Первое очко Брико. 19 мая в Дзержинском на стадионе «Орбита» прошел матч 4-го тура первенства города Лыткарина по футболу. В гости к ФК «Альянс» из Коломны приехал футбольный клуб «Брико». В ходе первого тайма футболисты «Альянса» попали в штангу и в перекладину, а футболисты «Брико» ответили острыми выпадами Максима Карасева. Невероятный кураж поймали вратари обеих команд – Александр Шанин и Владислав Подгайский. Поэтому счет так и не был открыт. Ничья 0-0. Выражаем благодарность за помощь в съемках рубрики «Орбита» на спортивные, семейной клинике «Здоровые дети». Роман Завьелов, Александр Тестов, Алексей Устинов, Кирилл Петров. Телеканал «Лыткари». На этом у нас все. Познакомиться со всеми нашими выпусками, оставить свои комментарии и пожелания вы можете на сайте www.latkarinodefistv.ru Смотрите нас на телеканале «Подмосковье» каждую среду и субботу в 19.00. В студии была Ольга Белозерцева. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова